Телеканал КРТ представляет На первый взгляд такой рецепт, правда, лишь неорийцам, мог бы прописать доктор Менгеле. Однако имеются нюансы. Доктор Кекуле еще 22 января призвал канцлерин Ангелу Меркель тестировать на наличие коронавируса всех, приезжающих из других стран. Цитата. К марту, когда вирус охватил Германию, Кекуля призвал закрыть границу и школы, так как тогда всеобщий карантин был единственным вариантом замедлить распространение вируса и предотвратить перегруженность больниц. Теперь же, по его словам, затянувшаяся самоизоляция может принести больше вреда, чем сам вирус. Впрочем, какими бы странными ни были предложения ученого, на его стороне неотъемлемое право свободы слова. Но вот у адвоката Беаты Баннер это самое неотъемлемое право успешно отъемали. Власти Германии закрыли в психбольнице адвоката Беаты Баннер за то, что она опубликовала в соцсетях призыв выйти на демонстрацию против карантина. В эту историю отечественному либералу трудно было бы поверить, если бы она не была бы обнародована в местной газете. Инцидент произошел в городе Гейдельберг. Местный юрист, специализирующийся на медицинском праве, Беата Баннер обратилась в Конституционный суд с иском о незаконности ущемления прав граждан во время карантина, вызванного коронавирусной инфекцией. Также адвокатесса написала в социальной сети воззвание гражданам, ее поддерживающим, выйти на демонстрацию в страстную неделю. Реакция правоохранительных органов была неожиданно быстрой и жесткой. Полиция арестовала женщину возле ее дома и в наручниках доставила в психиатрическую клинику для депрессивных пациентов. Ночь юрист-правдоискатель провела в карцере без мебели и туалета на голом полу и только на следующий день ее поместили в нормальную камеру, откуда она смогла связаться со своими родственниками. До сих пор нет ни решения суда, ни постановления прокуратуры касательно помещения адвоката в психиатрическую клинику. Впрочем, коронавирусная пандемия – это не только потери. Как сообщает Forbes, богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос всего за один день увеличил свое состояние на 6,4 миллиарда долларов благодаря росту спроса на услуги онлайн-ритейла, что привело к рекордному росту стоимости его акций 14 апреля на 5,3%. В связи с этим состояние Безоса, который владеет 11,2% акций Amazon, резко возросло, увеличившись на 6,4 миллиарда, до 138 миллиардов долларов. Состояние его бывшей супруги Маккензи Безос, которая при разводе получила долю в компании, также существенно увеличилось. За день она разбогатела на 2,2 миллиарда долларов, а ее состояние увеличилось до 44,8 миллиардов долларов. В целом, несмотря на кризис, с начала года акции Amazon выросли более чем на 20%. Причиной этого стал резко выросший спрос на услуги онлайн-гипермаркетов и доставки в условиях пандемии и прекращения работы магазинов офлайн. Как отмечает Bloomberg, американцы начали полагаться на онлайн-магазины даже при покупке туалетной бумаги и прочих товаров первой необходимости. Для того, чтобы справиться с ростом спроса, Amazon объявил о найме дополнительно 100 тысяч сотрудников. При этом, в условиях массового роста безработицы и сокращения рабочих мест, Безос пожертвовал 100 миллионов долларов на программу «Фидинг Америка», которая поддерживает продуктами питания более 40 миллионов малоимущих в США через сеть столовых и приютов. Кроме того, Amazon вместе с Microsoft пожертвовали 1 миллион долларов в фонд борьбы с коронавирусом в Сиэтле, где расположена штаб-квартира компании. Также Amazon учредил фонд в размере 25 миллионов долларов для помощи своим водителям и другим сотрудникам. Однако, хотя имя Безоса на слуху, мы понимаем, что настоящими героями являются рядовые сотрудники Amazon, доставляющие товары людям. Французская Le Figaro, феномену реальных героев, противостоящих пандемии, посвятила статью «Реванш желтых жилетов. Карантин вывел на первый план людей из низов». Эксперты в области социологии Жером Фурке и Клоэ Морен указывают, что еще вчера незаметные винтики в экономике Франции из-за введенного в стране режима изоляции стали героями, тянущими на себе страну. Цитата. Хотя извлекать уроки из пандемии коронавируса еще слишком рано, можно сказать, что она обнажила разительный контраст между общественной пользой определенных профессий и их оплатой и признанием. «Водители грузовиков, доставщики, кассиры, кладовщики и водители погрузчиков, сиделки и медсестры, сборщики мусора – все они внезапно стали героями, хотя еще вчера были невидимыми и часто презираемыми винтиками в экономике Франции». Конец цитаты. Как отмечают специалисты, наиболее востребованы сегодня представители преимущественно женских профессий. Помощники по хозяйству, 97% из которых женщины. Персонал по уходу за больными, 90% женщин. Медсестры и акушерки, 87% женщин. Продавцы, 73,5% женщин. По словам авторов статьи, французы, оказавшиеся на передовой в момент кризиса, на первый взгляд ассоциируются с желтыми жилетами. В первую очередь, благодаря фигурам, ставшим символами движения, таким как водитель-механик Максим Николь, помощница медсестры Ингрид Левавасер или дальнобойщик Эрик Друэ. Действительно, социологический профиль желтых жилетов и представителей некоторых наиболее востребованных сегодня профессий во многом совпадает. Так, рабочие, самозанятые, низкоквалифицированные работники были как среди вчерашних участников протестных акций, так и среди сегодняшних фронтовиков. С другой стороны, есть представители профессий, не участвовавших в движении желтых жилетов, но вышедших сегодня на первый план. Речь идет о медицинских работниках, госслужащих, а также иностранных рабочих и эмигрантах, в особенности работающих в сфере доставки, безопасности и уборки помещений. В обществе, где достижения оцениваются исходя из наличия диплома, классовая борьба все больше принимает форму противостояния между теми, кого называют детьми с первой парты и детьми с задней парты. Карантинная экономика, подчеркнуть важность роли, которую играют в нашем обществе низкообразованные работники, в какой-то степени реабилитируют детей с задней парты, отмечают авторы статьи. Символом борьбы людей из низов с элитой стал для многих желтых жилетов и мятежный марсельский микробиолог Дидье Рауль, ведущий борьбу с официальной позицией правительства в борьбе с пандемией коронавируса. Его борьба видится многим из желтых жилетов отражением собственной, а также своего рода реваншем здравого смысла, который люди из низов взяли над элитой. Цитата. «Будем надеяться, что этот период станет чем-то большим, нежели 15 минут славы, и компании смогут извлечь урок из сегодняшнего положения дел в вопросах общественного диалога вознаграждения, как символического, так и финансового». Конец цитаты. Конец цитаты.